Здравствуйте! В эфире программа Диалог. Сегодня предлагаю поговорить о новациях в работе налоговых органов. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На вопросы, которые касаются деятельности налоговых органов, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340 043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Добрый вечер, Ольга. В начале нашей программы предлагаю посмотреть короткий анонс событий этой недели. 18 марта в Беларуси отмечается День внутренних войск. Сегодня это мощная силовая структура, обеспечивающая поддержание законности и правопорядка в стране. В Гомеле с 1990 года дислоцируется специальный батальон милиции или войсковая часть 5525. Ее подразделение есть также в Речице, Мозре, Светлогорске. Во вторник, 19 марта, 75-я годовщина освобождения концлагеря Азаричи от немецких фашистских захватчиков. В память о 17 тысячах мирных жителей, стариков, женщин и детей, погибших здесь в марте 1944 года, пройдет митинг с возложением венков и цветов к мемориалу памяти. На 21 марта запланировано заседание Гомельского облсполкома. На обсуждение выносится ряд вопросов о готовности сельскохозяйственных организаций Гомельской области к весеннеполевым работам, о ходе выполнения государственной программы строительства жилья, а также эффективности использования физкультурно-спортивных сооружений. Звезды эстрады прибудут в Гомель на благотворительный марафон «Все краски жизни для тебя», который состоится 21 марта в городском центре культуры. Концерт поможет собрать средства на лечение двухлетней Софии Слуки из поселка Чонки Гомельского района. Эти и другие новости смотрите на «Беларусь-4». Владимир Васильевич, сегодня в вашей жизни день тоже не совсем обычный. Сегодня ровно три года со дня вашего назначения на должность. Что вы больше всего любите в своей работе? Оля, ну, наверное, отвечу так. Больше всего в своей работе – это профессионализм и порядочность. Вот те услуги, которые оказывает налоговая инспекция, а налоговая инспекция – это не только фискальная служба, а служба, которая предоставляет услуги по налогообложению нашим гражданам, юридическим лицам, юридическим предпринимателям. И если они исполняются профессионально, если после их получения не возникает никаких дополнительных вопросов, вот это самое ценное. Ну и, конечно же, порядочность людей, которые тебя окружают – должностных лиц, работников налоговой инспекции, в том числе и плательщиков. Перейдем к вопросам работы налоговых органов. Как показывает мировой опыт, уровень развития государства очень тесно связан с тем, насколько в нем активно предпринимательство, активен малый бизнес. Как обстоят дела у нас в Гомельской области? Какие тенденции вы отмечаете? Что касается малого бизнеса, надо здесь отметить, что его динамичное развитие связано не только с налоговой системой, не только с налогообложением, но и с тем участием, которое принимают его становление органы исполнительной власти. Сегодня созданы все условия, в том числе принимаются дополнительные меры обл.исполкома, районными исполнительными комитетами по созданию площадок по развитию бизнеса, по созданию условий для развития бизнеса. В Гомельской области порядка 80% субъектов хозяйствования являются предприятиями малой и средней предприятиями, в том числе предприятиями малого бизнеса. Сюда можно отнести и юридических лиц, сюда можно отнести и индивидуальных предпринимателей. Порядка 9700 – это юридические лица, и порядка 27500 – это индивидуальные предприниматели. Этап его развития, ну, как пример, за два месяца – это плюс 401 субъект предпринимательской деятельности. Я думаю, что это нормальная тенденция, которая, если сохранится до конца года, мы будем понимать, что более 5000 могут создать рабочие места в частном бизнесе, например, индивидуальными предпринимателями. Ну и, конечно же, необходимо сказать, где все-таки бизнес более так получил свое динамичное развитие. Это город Гомель, это города Мозырь, Жлобин, Речица, Светлогорск. Вот здесь он более, ну, развивается динамично. Конечно, хотелось бы… Ну, непонятно, крупные города, большое население достаточно, поэтому, конечно, они и будут лидерами по этому показателю. А какой вклад вносят малые предприятия в пополнение бюджета? Ну, вот назову процент, он немножко, может, конечно, будет и низок в целом для республики. Если в республике это порядка 26,5%, для Гомельской области это порядка 18%. Но мы должны с вами здесь понимать, что структура экономики Гомещины отличается резко от структуры экономики Брестской области. У нас действительно есть предприятия, это Беларусьнефть, это Гомельтранснефтдружба, это нефтеперерабатывающий завод Гомсельмаш. И говорить об удельном весе здесь, наверное, немножко неправильно. Вот говорить об абсолютных суммах – это будет верно. И за последние два года, 2017 год, 2018, 2016 год, мы имеем четкую тенденцию. Плюс 10 миллионов по индивидуальным предпринимателям, 47 миллионов до 58 миллионов, плюс порядка 36 миллионов только за один год по юридическим лицам. Вот эти цифры, которые достойно вкладываются в Республику Беларусь. И Гомельская область, кстати, по формированию бюджета, консолидированного в Республике, занимает третье место. Ну да, получается, что не предпринимателей у нас мало, а просто у нас есть большие предприятия, которые, конечно же, более весомую часть могут внести. Есть сообщение на нашем вайбере от предпринимателя как раз. Здравствуйте, могу ли я как индивидуальный предприниматель нанимать работников? Действительно, вот мы говорили об индивидуальных предпринимателях, называл цифру 27,5 тысяч, у нас вот на 1 марта индивидуальных предпринимателей зарегистрировано. Что здесь хочется сказать? Плюс еще 10 тысяч 81 человек – это наемные работники у этих индивидуальных предпринимателей. И это за прошедший год порядка 1,5 тысячи увеличилось количество наемных работников. 981 индивидуальный предприниматель в прошлом году начал использовать труд наемных работников. Да, вот по этому сообщению можно сказать, иметь право индивидуального предпринимателя нанимать наемных работников, но есть 222-й указ главы государства, который ограничивает их просто количество. Не более трех человек. Вот до трех человек, пожалуйста, право есть – нанимайте. Если больше, необходимо регистрироваться в юридическое лицо. Ну, тысячи рабочих мест – это тоже серьезно. Динамика здесь, Оля, очень хорошая. Понимаете, вот полторы тысячи наемных мест было создано за год индивидуальными предпринимателями. Здесь нет никаких капитальных вложений со стороны государства, да? Никакие инвестиции дополнительные не потребовалось. А это частный бизнесмен, индивидуальный предприниматель. И вот тут надо быть благодарным этой категории плательщиков. Создают не только себе рабочие места, но создают и наемным людям, и обеспечивают доходами и благосостоянием. Ну и какие платежи в бюджет они должны платить за такую возможность, Владимир Васильевич? Налоговое законодательство Республики Беларусь в отношении малого-среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, я скажу так просто, ну, позитивно. И оно предусматривает упрощенные системы налогообложения, специальные режимы налогообложения. Здесь и упрощенная система, здесь и единый налог с индивидуальных предпринимателями и иных физических лиц, единый налог с производителями сельскохозяйственной продукции, единый налог на вмененный доход. Но если ваше предприятие, юридическое лицо, чуть-чуть больше занимает объемами, да, например, вы уплачиваете налог на прибыль. А если вы, как предприниматель, хотите избрать себе еще один режим налогообложения, это подоходный налог от своей деятельности. Доходы минус расходы и поставочки, пожалуйста, 16%. То есть можно выбирать? В налоговом кодексе вот с этого года, с 1 января, предоставлено право субъектам хозяйственного, именно вот индивидуальным предпринимателям, по ряду осуществляемых видов деятельности, если, например, до 2019 года было строго оговорено по какому-то виду деятельности уплата единого налога, теперь индивидуальный предприниматель вправе сам себе выбрать систему налогообложения. Или это будет подоходный налог, по доходу 16% от дохода, или это будет упрощенная система налогообложения. И здесь тоже совершенно все просто. Две ставочки. 5% и 3%. Или это единый налог. Спасибо большое. Вроде бы как все просто, все понятно, и всем с детства известно, что налоги нужно платить, но ситуации в жизни случаются разные. Это я к чему? Потому что у нас есть вопрос, правда ли, что с этого года появилась отсрочка по уплате налогов, и что их можно заплатить в рассрочку? Чтобы не вдаваться уже более подробно в освещение данного вопроса, я понимаю, время ограничено, да, это так, есть право у субъектов хозяйствования с этого года получить отсрочку. Этот вопрос решается при подаче соответствующих документов, при подаче заявления, рассматривается и выносится, скажем так, исполкомами решение о предоставлении отсрочки и рассрочки по платежам бюджета. Конечно, учитывается все обстоятельства, не только в отношении юридических лиц, это может быть рассмотрено и в отношении физического лица. Спасибо большое за ответ. Нужно обратиться к человеку, который желает получить... Отсрочку в свой исполком, не в налоговую инспекцию. Не в налоговую инспекцию. Скажите, пожалуйста, в чем преимущество упрощенной системы налогообложения? Ну, я вот как-то сказал, да... Проще это выгоднее или не обязательно? Понимаете, вот само слово, упрощенная система налогообложения, да, всех нас в школе научили простым азам математики, складывать цифры. Вот субъект хозяйственный должен сложить свою выручку, получаемую за месяц, исчислить из нее 5%, если ты не являешься платежником налога на добавленную стоимость одновременно, и уплатить этот налог. Разве не просто? И самое главное... Наверное, нужно подтвердить, да, свой доход. Самое главное, что подтверждаем мы доход или при помощи приема выручки по кассовому аппарату, или деньги поступают у нас на расчетные счета, вот. Или мы выписываем квитанции о приеме платежей выручки от физических лиц. Вот эти документы, они и подтверждают прием выручки. Если есть какие-то товарообменные операции, соответственно, товар, полученный по товарообменным операциям, и здесь учет ведется в одном учетном регистре. Книга учета доходов и расходов при упрощенной системе налогообложения. Других учетных регистров в этой системе нет. Ну, если плательщик является и выбрать для себя одновременно с уплатой налога по упрощенной системе налогообложения, уплату налога на добавленную стоимость, и здесь надо сказать, что в этом году предоставлено, опять же, право субъектам хозяйствования по налогу на добавленную стоимость выбирать, быть или не быть плательщиком, и увеличен вот тот минимальный размер 40 тысяч евро, то есть 100 тысяч белорусских рублей, до 420 тысяч по индивидуальным предпринимателям. Вот те индивидуальные предприниматели, которые работают с юридическими лицами, здесь юрлица требует налога на добавленную стоимость. Поэтому им это право предоставлено, и они сегодня имеют право отражать индивидуальные предприниматели в учет выручки или по оплате, или по отгрузке. Они этого хотели, государство пошло навстречу, дало им такое право, отражать учет выручки по отгрузке. Спасибо, Владимир Васильевич. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. У нас есть звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Я вот смотрю вашу передачу и услышала, что может индивидуальный предприниматель применять упрощенную систему налогообложения. Я пока физическое лицо, но планирую заняться предпринимательской деятельностью и сдавать квартиру в аренду на сутки. Но также у меня есть своя квартира, и я могу взять у других физических лиц тоже их квартиры и также сдавать их в аренду. Буду ли я иметь право применить вот эту упрощенную систему налогообложения, вот как было сказано, там 3%, например. Приведение этой деятельности, да? Да, да, да. Спасибо большое за звонок, Владимир Васильевич. Подскажите, пожалуйста. Не назвалась девушка, кто звонил. Ну, ладно, будем отвечать. В этой ситуации упрощенную систему налогообложения вы будете иметь право применять в том случае, если эти квартиры именно ваши. Если же вы все-таки привлекаете для осуществления деятельности квартиры со стороны, а это не запрещено, это, в принципе, ваше уже решение, то здесь вы будете являться плательщиком единого налога. Как-то вот так. Спасибо большое за ответы. В продолжение темы предлагаю посмотреть сюжет. Через несколько минут мы вернемся в эту студию. Присоединяйтесь к диалогу. Свою торговую точку гомельчанин Максим Борисенко открыл всего несколько дней назад. Говорить о ее широкой популярности еще рано. Однако и на отсутствие посетителей Максим не жалуется. В Гомельской области он, наверное, один из самых молодых индивидуальных предпринимателей. Причем сам процесс регистрации много времени не занял. В конце прошлого года в инспекции Министерства по налогам и сборам по железнодорожному району Гомеля открыли Центр обслуживания плательщиков. 17 его сотрудников занимаются только работой с клиентами, не отвлекаясь на другие дела. Да, на самом деле работа налоговая очень упростилась в плане регистрации как индивидуального предпринимателя. И вся система занимает немного времени. Ну, здесь очень отзывчивые сотрудники. Они помогают полностью по всем пунктам. От самого начала до самого конца ведут вам и помогают, и говорят, что надо делать. Поэтому здесь даже начинающему человеку, который ничего не знает, очень просто зарегистрироваться. Центр обслуживания плательщиков работает с физическими и юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями. Для ведения приема в более комфортных условиях в инспекции отвели несколько кабинетов. А сам прием осуществляется по электронной очереди. В холле инспекции установили терминал, с помощью которого плательщик выбирает необходимую услугу, получает талон с номером обслуживания и, согласно электронному приглашению, посещает кабинет конкретного специалиста. В нашей инспекции проблем не было в заполнении. То есть со стороны граждан никогда не было жалоб, что кого-то там не приняли декларацию, кого-то не разъяснили. Только единственное, что стояла очередь в коридоре. То есть все были инспектора задействованы, стояла очередь в коридоре. А сейчас в связи с введением электронной очереди как-то очереди нет. В планах Министерство по налогам и сборам создать до 2020 года около 35 центров обслуживания плательщиков. Что касается Гомельской области, то в ближайшее время они откроются в налоговой инспекции Советского района Гомеля и Речицкой районной инспекции. Предварительные расчеты показывают, что на оказание услуг в центре обслуживания в среднем тратится порядка пяти минут. Качество обслуживания можно оценить по пятибальной шкале после получения налоговой услуги, воспользовавшись специальным терминалом. По сути, речь идет о новом формате взаимодействия сотрудников, налоговых органов и плательщиков. В среднем в день к нам в ЦОП обращается 100-150 плательщиков. То есть никакой очереди нет. Все они получают свою услугу, которую хотят получить. Административную процедуру может осуществить, какую-то консультацию получить, не стоя в очереди и не тратя свое личное время. Вы смотрите диалог начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Владимир Дивойна у нас в гостях. Владимир Васильевич, как складываются отношения представителей бизнеса и налоговых органов? Всегда ли так конструктивно и позитивно, как вот в нашем сюжете? Знаете, очень хороший сюжет. Он, наверное, злободневен. Он необходим в качестве и популяризации тех условий, которые создаются налоговой инспекцией, для создания условий для плательщиков. Это прежде всего. И вот цель создания именно Центра обслуживания плательщиков – это создание более комфортных условий. Когда человек посещает действительно помещение, даже от его внешнего вида, когда он получает квалифицированную, скажем так, услугу, когда он имеет право выставить по результатам своего посещения, оценить работу инспекции от одного до пяти баллов, и мы тем самым получаем полностью информацию о качестве предоставленных услуг. Вот это актуально. И было сказано в репортаже, что откроется Центр по обслуживанию плательщиков у нас в Советской инспекции, в инспекции по Реческому району. Сегодня он успешно работает в трех инспекциях. В 2017 году это был Жлобин, затем это у нас, соответственно, был Мозырь, и сегодня инспекция по железнодорожному району города Гомеля. Как вот начальник инспекции отмечал, действительно больше ста человек в каждом центре ежедневного посещения. Это 4-5 минут максимум, точнее 3 минуты максимум – это ожидание, и 5-6 минут на обслуживание человека. Это действительно порядочное, хорошее время. И вот Центр по обслуживанию плательщиков оказывает порядка 60 видов услуг. Это как для физических лиц порядка 23 видов, это как для индивидуальных предпринимателей, так и для юридических лиц. Конечно, можно, и мы видим статистику, смотрим, какие виды услуг наиболее востребованы. И мы, соответственно, тогда более профессионально готовим своих налогов к инспектору. И какие виды услуг наиболее востребованы? Подача налоговой декларации, уплата ремесленного сбора, уплата единого налога по заявительному принципу, сдача жилья в наем. Вот эти вот виды наиболее востребованы. И, как мы видим, в большей степени обращаются туда или индивидуальные предприниматели, которые не имеют пока электронного взаимодействия с налоговым органом, или туда обращаются физические лица, которые пока не имеют личного кабинета. И опыт показал, что работают эти центры эффективно, вы ими довольны, люди, которые обращаются довольны, соответственно, можно этот опыт распространять, развивать и на другие регионы. Владимир Васильевич, хотела бы спросить Вас, насколько меры, которые были прописаны в ряде документов, направленных на стимулирование деловой активности, показали себя на практике? Насколько эффективно они себя показали в конкретной реализации? Оля, если мы вернемся с Вами в 2017 год, это начиная с сентября месяца, главой государства было подписано ряд нормативных документов. Последний нормативный документ – это развитие цифровой экономики, декрет номер 8. А до этого были подписаны указы, которые говорили о развитии, скажем так, предпринимательской деятельности, особенно небольшого бизнеса в сельских населенных пунктах, в малых городских поселениях. Особое внимание было уделено осуществлению деятельности по заявительному принципу 337-й указ главы государства. Сегодня оттуда ряд положений, именно вида деятельности, перешли в налоговый кодекс с первого ряда 2019 года. Это ремесленная деятельность, это сфера агроэкотуризма. Вот эти нормативные документы дали определенный толчок, и мы в Гомельской области наблюдаем действительно увеличение количества таких физических лиц, которые воспользовались этими нормативными документами и получили право, и этим правом воспользовались, для того, чтобы тебе получать доходы. Это очень здорово, что люди, которые обладают каким-то умением или каким-то уникальным мастерством, как ремесленники, могут на этом зарабатывать. И зарабатывать неплохо. И вот вы говорили, что ремесленники вообще входят в число наиболее популярных плательщиков теперь. Очень здорово. А какие виды этой деятельности наиболее часто выбирают люди? У нас, я немножко по-другому сейчас отвечу на этот вопрос, конечно, я отвечу на него, но я хочу остановиться о едином налоге. Там, где сегодня по 337-му указу главы государства был расширен перечень видов деятельности, которые имеют оставлять физические лица, более 5,5 тысяч физических лиц уплачивают единый налог и осуществляют свою деятельность по 31 виду деятельности по заявительному принципу. Здесь и, соответственно, оказание каких-то видов услуг. И розничная торговля, например, теми самыми хлебобулочными изделиями. И парикмахерские услуги. И видеосъемка. И изготовление мебели по заказу граждан. Если раньше необходимо было регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, мы должны здесь понимать, висеть определенный учет, определенные налоговые регистры, учетные регистры, соблюдать порядок приема денежных средств, иметь определенную отчетность, предоставляемую Фонд социальной защиты населения, налоговый орган. Люди, которые работают по заявительному принципу, они от этого особо ждут. И что интересно, с 2019 года эта категория граждан, которые не являются индивидуальными предпринимателями или субъектами хозяйствования, а работают по заявительному принципу, получили право в добровольном порядке уплачивать отчисления Фонд социальной защиты населения. Опять не буду туда углубляться, но главное, что право есть. Его можно дополнительно получить консультацию. и этим правом воспользоваться. То есть в последующем будет пенсионный фонд. И заботиться о своем будущем, о том, чтобы формировать свою будущую пенсию. На самом деле очень важно. И уже возвращаясь к ремесленной деятельности. А давайте мы чуть попозже к ремесленной деятельности, потому что есть телефонный звонок на линии, не будем заставлять человека ждать. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Значит, меня Максим зовут. Планирую переехать на постоянное место жительства в Беларусь, из России. Живу пока у родственников. Видно, на жительство не получил. Ну и хочу зарегистрироваться в ремесленную деятельность. Можно мне этим заниматься? И как оформиться? Вот как раз очень кстати ваш вопрос подоспел Максим. Спасибо большое. Желаю вам искренней удачи в этом деле. Если коротко, я так понял, что Максим не является гражданином в Республике Беларусь, имеет вид на жительство. Сегодня он не имеет права осуществлять ремесленную деятельность. Как минимум надо иметь вид на жительство. Как только он будет получен, особых проблем с регистрацией этого вида деятельности нет. Человек приходит в налоговую инспекцию, соответственно, подает заявление, указывает, что он будет осуществлять ремесленную деятельность. Самое здесь интересное, что уплачивает налог в размере одной базовой величины за календарный год. Или он придет в январе месяце, или он налог накануне заплатил, или придет в феврале, в апреле, он уплатит одну базовую величину. Все, никаких других налоговых платежей нет. Да, там по окончании осуществления ремесленной деятельности все доходы, которые у него остаются, это доходы его. Никаких отчетов в налоговую инспекцию он не предоставляет. Поэтому это право человека. И вот я рассказал, процесс регистрации, он совершенно прост. Пришел, подал заявление, уплатил одну базовую величину. Куда платить, кстати, налоговый инспектор напишет уведомление. Обратиться и уплатить. Если у кого-то есть интернет-банк, пожалуйста, воспользовались и уплатили это. У нас сегодня и Газпромбанк, Белгазпромбанк, и Беларусьбанк. Еще ряд банков подключены к этой системе. Можно даже в банк не ходить. Ну а для того, чтобы осуществить заявительный принцип, нужно прийти в налоговую инспекцию? Если мы работаем по заявительному принципу, для физических лиц мы говорили, что сегодня налоговый орган, скажем так, стремится к тому, чтобы наши взаимоотношения строились в бесконтактном методе. По юридическим лицам, в том числе по физическим лицам. Если у человека есть личный кабинет плательщика, а здесь тоже особо ничего не надо для того, чтобы открыть, только желание. На сайте налогового органа можно заполнить заявление, его подать, явиться в любую налоговую инспекцию, предъявить свой паспорт, получить логин и пароль, и уже таким образом общаться с налоговым органом. Он подал заявление в электронном виде. Если человек, соответственно, где-то раньше был плательщиком налогов на землю, налога на недвижимость и состоял на налоговом учете, ему не надо регистрироваться. Он просто уплатит сумму ремесленного сбора 25 рублей 50 копеек. Спасибо большое. Давайте небольшую паузу сейчас сделаем. Я думаю, что пришло время для нашей постоянной рубрики «Есть мнение». Мы в этот раз выбрали вопрос, как можно усовершенствовать работу налоговых органов. С налоговой службой никогда не сталкивался. Так как моя работа не связана, не соприкасается вместе с работой. Ни в шее в одном, что не работает хорошо, как улучшить, не знаю. Чтобы знать, как она эффективно работает, надо с ней сталкиваться. А я с ней не общаюсь, не сталкиваюсь, поэтому я не могу свое мнение высказать. Я сама оплачу ремесленный сбор уже несколько лет. Что улучшить? Ну, в принципе, с этого года, наверное, стало проще. По крайней мере, что касается железнодорожной инспекции, железнодорожного района, если так правильно. Ну и в общем и целом, не знаю, все устраивает, в общем-то, все быстро. Каждый год это становится проще и проще. Может быть, и надо как-то улучшить работу, но только как именно, честно говоря, я не могу вам точно сказать по этому поводу. Потому что налоги платим, а как это, куда это и что это, без понятия. Все должны стремиться к тому, чтобы жизнь у народа лучше была и сталки поменьше были, а зарплаты повыше. Тогда все будет хорошо у нас. Основная проблема, я как предприниматель просто говорю, они молодцы внедряют новые технологии, чтобы предпринимателям было легче. Но, к сожалению, технологии не успевают. Ну, к примеру, они внедрили что-то, какую-то систему, которая упрощает ряд каких-то моментов для самого предпринимателя, для налоговой, чтобы контролировать те или иные моменты. Ну, к примеру, я звоню специалисту уточнить, а как это мне делать? То есть, как это все вообще работает? Специалисты этого не знают. Специалисты налоговой? Да, именно налоговой. К сожалению, такое иногда бывает. То есть, они просто не готовы еще к этому, сами даже специалисты. То есть, система уже внедрена, но как ей пользоваться, никто не знает. Надо улучшить, чтобы можно было не ходить к ним, а все в электронном виде делать, потому что сложно у них. Ключи электронные получить тяжело. Надо как-то эту процедуру упрощать. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о работе налоговых органов. И у нас есть телефон и звонок на линии. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Алло. Мы вас слышим. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Меня зовут Петр. Я раньше был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Ну и где-то в пятом году прекратил деятельность. Сейчас опять собираюсь зарегистрироваться. И, ну, хочу спросить, будет ли мне предоставлена льгота в размере 25% по единому налогу, как вновь зарегистрированному индивидуальному предпринимателю? Спасибо. Да, вопрос понятен. Значит, в главе, которая говорит о уплате единого налога, предусмотрено ряд льгот, в том числе вот та льгота, которую называли сейчас, это 25% для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей первые три месяца с начала осуществления деятельности. Но в данной ситуации это физическое лицо не вновь зарегистрировано в индивидуальном предпринимателе. К сожалению, здесь льготы не будет. Я говорю, она применяться только по вновь зарегистрированию. Если ранее человек уже деятельность качества ИП осуществлял, то эта льгота на него первые три месяца не распространяется. Но тут надо сказать о том, что вот в налоговом законодательстве, тут не надо расстраиваться, что льгота не будет распространяться, потому что в налоговом кодексе по единому налогу приняты ряд изменений, и в том числе вот более 130 ставок единого налога по осуществляемым видам деятельности с 2019 года уменьшились. И уменьшились, я хочу сказать, на порядок. По некоторым ставкам уменьшение произошло порядка двух раз, 1,7-2 раза. Сегодня платежщики единого налога сами для себя выбирают наименьшую ставку, которая установлена или налоговым кодексом, или решением Гомельского областного совета депутатов. Вот ранее, до 2019 года, были, скажем так, минимальные и максимальные ставки. В этом пределе областполком и устанавливал ставочку. По налоговому кодексе, если она сегодня ниже, то уплачивается налог по наименьшей налоговой ставке. Мы для себя, конечно, в инспекции уже на уровне области просчитали налоговые потери, связанные с уменьшением налоговых ставок. Но тут надо быть откровенными, понимать, что эти деньги физические лица могут направить на расширение свой бизнес. Где-то мы найдем, а где-то мы, конечно, потеряем. Но в данной ситуации ставка 25% льгота не применяется. Спасибо большое. Есть несколько вопросов, которые пришли на наш вайбер. Давайте коротко им уделим внимание. Хочу на лето сдать свою дачу в аренду. Как это сделать законно? В принципе, обращаются в налоговую инспекцию, заявляете в вид деятельности, по заявительному принципу уплачивается единый налог и сдаете. Я пенсионерка, не работаю. Моя сестра, гражданка России, подарила мне крупную сумму денег. Должна ли я буду доказывать в налоговой, откуда у меня деньги и каким образом? Если, конечно, такой вопрос будет задан, вам необходимо только подтвердить степень свороства. Если вы, а в данной ситуации вы являетесь близким родственником, то дальше налоговый орган не будет иметь оснований продолжать задавать вам такой вопрос, и чтобы вы доказывали, откуда у вас именно были эти доходы, откуда вы их получили. Но нужно быть готовым к тому, чтобы были какие-то документы, подтверждающие, что у Веры Степановны есть сестра. Да, это, наверное, будем говорить, что это так, но мы должны здесь понимать, что если это близкое родство, дальше, чем дать информацию и подтвердить, что вы близкий родственник, именно вот этот документ, больше ничего не надо. Вот та система электронных сервисов, которая создана, и электронная информация, которую получают налоговые органы, я думаю, что нам, в принципе, позволит, и вот сегодня стоит задача перед налоговыми органами, и на уровне министерства по налоговым сборам эта задача решается, чтобы уже за 2019 год, в 2020 году налоговые органы могли предоставить физическим лицам заполненную ими налоговую декларацию по подоходному налогу. Вот мы только не будем иметь доходов, которые физические лица получают от физических лиц. Там вносятся корректировки самим физическим лицом, и если физическое лицо будет согласно с той информацией, которую предоставляет ему налоговый орган, он ее подписывает. Но, Оля, хотелось бы вернуться вот к тому сюжету, который у нас был, и все-таки там прозвучал комментарий, что в какой-то степени где-то не полностью владеет информация налогового инспектора. Ну, так прокомментируем. Да, за дело. Неприятно, конечно. Нет, конечно, предела совершенства. Если какие-то вопросы такие неразрешимые возникают при приеме физического лица и юридического лица в ходе приема, надо их обозначать. Надо не стесняться, обозначать, мы будем тоже совершенствоваться. Совершенствуется в мире, в принципе, это нормальное явление. Где-то мы, если чуть-чуть опоздали, то здесь мы, обещаю, подгоним, и таких, наверное, нехороших вещей не будет происходить. И второй вопрос, который поднимался, это электронное взаимодействие. Вот здесь было сказано, что хотелось бы, чтобы оно было больше. Действительно, и нам точно так хотелось бы. И что смущает, это сегодня величина того взноса, который должен платить юридическое лицо и индивидуальный предприниматель за возможность электронного взаимодействия. Но мы должны понимать, что электронный сервис чего-то стоит. Хотя для физических лиц, а сегодня в Гомельской области более 103 тысяч физических лиц имеют личный кабинет плательщика, у нас бесплатно это взаимодействие. Ну что же, осталось только узнать все, да, и пользоваться, и не грешить на инспекции. Еще хотела бы спросить, обязательно ли обращаться в свою инспекцию по месту жительства? Или можно прийти просто в ту, которая больше нравится? Юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательно. Там, где мы состоим на налоговом учете. А вот с 2019 года в налоговом кодексе это отмечено, что сегодня с физическими лицами налоговый орган внедряет принцип экстерриториальности. Это говорит о том, что нет необходимости физическому лицу. Например, человек находится в Бресте, его бизнес, точнее его имущество находится в Гомеле. У него есть какой-то определенный вопрос. Надо подать декларацию по подоходному налогу. Он обращается в инспекцию в Бресте, подает всю необходимую информацию, и в Гомеле ему ехать не надо. Ну, разве что только проведать своих родственников, родных и близких. Ой, ну это очень приятно. Я думаю, что сняли на самом деле часть проблем с деловых людей, которым это было на самом деле хлопотно. Ну, это решено сегодня. Владимир Васильевич, с Нового года, с 2019-го, вступил ряд изменений в налоговый кодекс Беларуси. Расскажите, пожалуйста, о самом важном. О чем нужно знать широкой общественности? Вы знаете, можно останавливаться на специфических нормах, говорить об упрощении налогового законодательства. И сам налоговый кодекс преследовал такую цель. Упростить, именно уменьшить в том числе налоговую нагрузку. Но хотелось бы остановиться на статье номер два. Там, где был определен один из принципов, это принцип добросовестности. Как должны быть исполняться налоговые обязательства. И, скажем так, платежщик сразу же всегда признается платежщиком добросовестным. Если только в ходе проводимых контрольных мероприятий налоговым органам будет доказано, что есть нарушения, вот тогда действительно мы можем сказать о каких-то нарушениях. Во всех любых иных случаях платежщик у нас добросовестный. Хотя, чтобы не проводить много документальных проверок, именно проверочных мероприятий, 2017-18 и в этом году более еще успешнее, я думаю, мы будем проводить камеральный контроль. И вот такой контроль мы будем развивать. Потому что мы не вмешиваемся в работу субъектов хозяйствования. Мы работаем по своим информационным ресурсам. Если мы видим что-то не так, направляем уведомления. Платежщик поправляет свои налоговые обязательства, доплачивает налоги и не несет никаких административных штрафов. Налоговая система становится проще, понятнее, прозрачнее и лояльнее, я бы сказала, к человеку. Потому что уже он презумпция невиновности, добросовестности. Это на самом деле хорошо. Скажите, пожалуйста, посоветуйте всем, кто сегодня еще только думает о том, как начать собственное дело. Как это сделать так, чтобы не запутаться в этом во всем и не попасть в поле зрения налоговой, как неплательщик или как неблагонадежный предприниматель? Ну, Оля, здесь, наверное, нет такого однозначного рецепта, что сделать гражданину для того, чтобы начать успешно свой бизнес. Конечно, надо в обязательном порядке понимать, чего сам человек хочет. Надо знать, какую он цель преследует. Знать, какие доходы и в какой сфере он может приложить свой труд, чтобы получить эти доходы. Вот что касается налоговой инспекции, двери налоговых органов открыты. Мы консультируем. Сегодня есть телефон и прямой линии, соответственно, можно обратиться и получить консультацию. В любой ситуации мы рады и мы ждем любое физическое лицо, любого плательщика, лишь бы только мы видели конечный результат. Это исполнение налоговых обязательств. Дадим консультацию. Вот это, наверное, желание, старание. А все, что зависит от налогового органа, ну, мы, по крайней мере, будем выполнять те функции, которые возложены у нас. Давать хорошие консультации, чтобы человеку было понятно, как вести свой бизнес. Спасибо огромное, Владимир Васильевич. Надеюсь, что наш сегодняшний разговор был полезным. Спасибо вам за приглашение. Спасибо. В начале конспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Владимир Дивойна сегодня был у нас в гостях. Спасибо вам за внимание, за вашу активность. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин